Добрый день, уважаемые коллеги, пациенты, родственники. Спасибо вам большое, что позволили выступить с таким, по мне, так кажется, достаточно интересным докладом, потому что всегда есть какие-то вопросы, вопросы на этапе стационара, а когда пациент выписывается из стационара, возникает как раз-таки вот эта вот бездна, а кому же всё-таки можно попробовать задать эти вопросы. И в начале своего доклада я бы хотела осветить такое общее понятие, что же такое стома, с чем мы имеем работу. Так вот, стома обозначает действительно хирургически созданное отверстие, которое соединяет просвет внутреннего органа с поверхностью тела. Чаще всего это, скорее всего, формируется хирургическим способом. Это может быть связано не только с онкологическим заболеванием, это может сопровождать обширные хирургические вмешательства по поводу воспалительных заболеваний кишечника, такового, как, например, заболевание крона, либо вследствие ранее перенесенных травм. И в совокупности наличие стомы очень сильно влияет на качество жизни пациента, что не только голословно, но по многим клиническим исследованиям признают, что первый факт, на который влияет формирование стома, — это качество жизни. Впоследствии это влияет на общую социальную жизнь пациента и приводит к дезинтеграции его с обществом. У нас есть некоторые статистические данные, к сожалению, в последние 5-7 лет эти данные не обновлялись. Те исследования, которые у нас есть, — это исследования 7-10 лет недавности, но на том опыте, который у меня есть небольшой, моего заведующего, можно сказать, что эти данные всё же ещё актуальны. Во-первых, те исследования, которые проводились в 2014-2015 годах, показали, что создание кабинетов стомированного пациента повышает качество и удовлетворённость жизни пациента уже со сформированной стомой на 60% в сравнении, например, с теми пациентами, которые первично не были направлены в кабинет стомированного пациента. Во-вторых, по данным в Российской Федерации среднее число стомированных пациентов достигает 140 тысяч в год. Но тут нужно оговориться, что все мы знаем злободневную статистику по онкологическим заболеваниям. Это высокий рост заболеваемости с колоректальным раком. Например, я в отделении онкоурологии сталкиваюсь с пациентами, которые страдают местно распространённой формой рака мочевого пузыря, когда одним из этапов операционного вмешательства является удаление полностью мочевого пузыря, что требует формирования впоследствии замены в виде уростома. И этих пациентов действительно становится больше. Но такая очень важная цифра. От 40 до 50% из этих пациентов составляют люди трудоспособного возраста, которые при адекватной реабилитации могут и готовы, и самое главное, что многие из них действительно хотят продолжить трудовую деятельность. При этом несоответствие по реабилитации, когда они выходят из стационара и попадают в эту общую информационную бездну, провоцируют, что впоследствии эти люди чаще всего не могут найти для себя работу и реализоваться. И такой немаловажный факт в отношении осложнений, что при высокой тени до 71% отключается частота осложнений. При полостомии до 41%. Попыталась найти клинические исследования, которые охарактеризовали, действительно ли влияет обучение пациентов, получение этой информации на какие-то факторы жизни этих пациентов. И во всех литературных обзорах, которые в совокупности брали несколько клинических исследований, оценка эффективности работы по обучению была исследована по следующим пунктам. Во-первых, это опросники по изменению качества жизни. Во-вторых, действительно это было показано, что обучение пациентов влияет на продолжительность госпитализации. Все мы знаем, что во многих стационарах внедряется такая система ранней реабилитации пациентов, как фаст-трек, когда пациентов действительно стараются подготовить и когда они быстро выписываются после, например, хирургического вмешательства. Но очень важный факт. Если пациент уже не реабилитирован максимально к моменту выписки из стационара, то смысла в введении этого понятия фаст-трек нет. А если пациент уже знает, как ухаживать за своей стомой, соответственно, это облегчает. И по исследованиям было показано, что сокращает период пребывания в стационаре в среднем на 2-3 дня против тех пациентов, которые не получали вот эту информационную поддержку. Во-вторых, отмечается снижение частоты осложнений, потому что пациенты знают, какие могут развиваться осложнения вследствие неадекватного ухода за стомой и те осложнения, при которых им следует обращаться за помощью к хирургу либо стомотерапевту. Впоследствии это снижает вероятность повторной госпитализации пациента с проблемами. И очень такой интересный факт, я отметила его специально бирюзовым цветом, это феномен пациент-эксперт. К сожалению, пока что этот феномен чаще всего свойственен, например, для западных исследований, но информационная система расширяется, и благодаря созданию тех же самых блогов пациентов они создают некое такое комьюнити, которое доносит эту информацию и тем самым формирует пациентов-экспертов, которые, когда у них есть определённая информация, они делятся и ей с другими пациентами. И в совокупности потом формируется вот такая схема, это рабочая схема, как должна осуществляться коммуникация и связь между пациентом, врачами, и в совокупности это впоследствии формирует ассоциацию стомированных пациентов. Вопросы, которые стоит обсуждать со своим врачом-хирургом, ну вот так как я врач-хирург, какие вопросы, как правило, мы стараемся обсудить, это до даже операции. Во-первых, необходимо обсудить с хирургом, какой тип стомы будет у вас выведен, у пациента. Будет эта стома постоянная, либо это на какой-то период времени, например, для ликвидации какой-то проблемы или получения первого этапа лечения. Будет ли этап закрытия этой стомы, то есть нужно ли будет период времени, когда пациенту нужно подготовиться, будет повторно к оперативному вмешательству. Далее, в случае плановой операции необходимо, во-первых, такой практический совет для врачей, узнать и спросить у пациента, носит ли он вообще пояс. Если это женщина, на каком уровне она обычно носит юбку, то есть это впоследствии будет влиять на формирование, выведение уровня стомы. Уточнить, пациент правша или левша, потому что впоследствии это же он будет себе менять молчаприёмник, колоприёмник, он будет это делать перед зеркалом. И, естественно, если он правша, то, возможно, в некоторых ситуациях стома выводится с правой стороны. Также необходимо, возможно, такое со стороны хирурга выполнить заранее разметку на теле, дабы впоследствии, например, стома не пересекалась с уровнем подвздошной кости, потому что это будет усложнять приклеивание пластины на кожу. Либо если это будет уровень ремня, то, соответственно, туго пациент уже не сможет затянуть ремень и, соответственно, осложняет естественный образ жизни пациента. Ну и такой момент — обсудить с лечащим врачом заранее, кто впоследствии может помочь ему с обучением, уходом за стомой после операции. Это может быть врач, собственно, лечащий, это может быть стомотерапевт, либо это может быть квалифицированная обученная медсестра, например, как в нашем стационаре на нашем отделении онкоурологии наша перевязочная сестра несколько лет назад прошла обучение по программе обучения пациентов со стомами. Здесь я привела несколько полезных ресурсов, которые могут помочь пациентам на первоначальном этапе. Во-первых, это специализированный информационный портал о стом, где приведены видеофрагменты по обучению, как можно эту стому поменять, из каких компонентов состоит уход за стомой, то есть это колоприемники, уроприемники, это какие-то гигиенические средства, и там расширенный перечень. Я свои лекции об этом рассказывать не буду, но если, например, возникнет такая потребность или кто-то из пациентов захочет всё-таки эту информацию получить из наших уст, то я, безусловно, готова подготовить такую маленькую лекцию. Потом на сайте Астом есть вкладка «Правовые акты», которые могут помочь в оформлении инвалидности либо в получении реабилитационных мероприятий после операции. И также перевела Центр поддержки стомированных пациентов от колопласта. И сегодня мы поговорим о некоторых аспектах реабилитации пациентов со стомами, например, такие, как питание. Сегодня будет рассказывать глубоко уважаемая Татьяна Юрьевна, Семиглазово, про питание. По поводу, например, приёма лекарств такой важный момент нужно обсуждать прежде всего со своим лечащим врачом те препараты, которые пациент получает. Потому что есть такая особенность. Если таблетки покрыты специальным составом, который растворяется в тонкой кишке, но при этом у пациента выведена высокая стома или астома, то есть вероятность, что данный препарат не сможет разрушиться эта оболочка и препарат не произойдёт его всасывание. Соответственно, не поступит дозировка этого препарата в организм. И тогда нужно обсуждать со своим лечащим врачом возможные варианты замены этого препарата, когда эта оболочка, например, может быть разрушена в более высоких отделах. Ни в коем случае при стомах нельзя производить растирание таблеток, потому что когда они попадают, например, в ту же самую агрессивную среду желудка, то может привести к нарушению пищеварения. Далее такой момент по поводу физической активности, когда, например, стоит приступать пациенту со стомой к физической активности. Как правило, мы рекомендуем, во-первых, это по физическим нагрузкам 3-4 килограмма в первые 2-3 месяца. По рекомендациям центра, который приведен на слайде, это Memorions Long Catering, они рекомендуют до 4,5 килограмм. Далее рекомендуется с физической нагрузки присоединить ходьбу. Может быть обсуждены некоторые варианты стретчинга, растяжки. Но, например, такие, как силовые нагрузки, отжимания, приседания, чрезмерные, следует исключить, потому что это может поспособствовать формированию, во-первых, ослаблению мышц передней брюшной стенки и формированию такого феномена, как парастомическая грыжа. Если, например, пациент планирует путешествие, выход на улицу, это может быть перемещение буквально в течение 2-3 дней. И это тот момент, с которым сталкиваются, например, мои пациенты, потому что я работаю в федеральном центре, и к нам приезжают с различных регионов люди. И этот вот самый первый стрессовый момент, когда пациенту сформировали стом, вроде бы его обучили, но ему предстоит путешествие домой. В таких ситуациях мы рекомендуем следующее. Во-первых, нужно постараться успокоиться, подумать заранее о том месте, в которое вы планируете, пациент планирует переместиться, собирается туда поехать, вспомнить, какие приятные впечатления связаны с этим местом. И далее уже достаточно внимательно отнестись к следующим вещам. Во-первых, необходимо составить список, который вам потребуется из средств по уходу за стомой. Это может этакало, либо уроприемники, мешки, пластины, зажимы. Во-вторых, подготовьте у себя на тумбочке то, что вы впоследствии положите в дорожную сумку. Это гигиенические средства, это могут быть влажные, сухие салфетки. Если вы путешествуете по воздуху, рекомендуется положить данный комплект в два разных места, то есть это будет ручная сумка и багаж, который вы сдаете. Если вы, опять же, путешествуете по воздуху, можно попросить подготовить документы вашего врача, что вы нуждаетесь в специальном обслуживании, либо вы нуждаетесь к допуску в медпункте, где вы сможете в спокойной обстановке произвести замену кала-либо уроприемника. Если вы путешествуете за границу, то я вот сбоку перевела название международного сайта, там порядка 70 организаций с различных стран подсоединены к этой организации, и смысл в том, что они вам могут подготовить заранее материал на иностранном языке и даже могут подсказать в случае путешествия, где вы сможете дополнительно приобрести комплекты по замене уроприемника либо единические средства в случае путешествия в другую страну. По поводу ванной, бассейна, открытого водоема. Первое и самое главное, что я говорю своим пациентам, вы можете мыться, вы можете плавать. Не нужно бояться контакта стомы с влажной поверхностью. Единственное такое небольшое ограничение это для пациентов с высокими стомами, или стомой, потому что из-за постоянной перистальтики тонкого кишечника, на который мы никак не можем воздействовать, всё-таки лучше принимать душ вместе с мешком, который находится поверх или стомы. Всё-таки стоит воздержаться от излишнего покрытия пластика, плёнки. По рекомендациям, в принципе, этого не требуется. Если вы планируете плавать в бассейне либо в открытом пространстве, то важно подобрать подходящий плавательный костюм без чрезмерного давления на уровень талии, потому что как раз-таки, как правило, это уровень, где располагается стома, чтобы не было чрезмерного давления. И такой момент, это самый крайний последний пункт по поводу промывания стом. Если это не уростома, не илеостома, например, сигма-стома, то да, действительно может производиться промывание и регация этой стомы. Во всех остальных случаях нужно стараться избегать этого, потому что это провоцирует нарушение водно-электролитного баланса. Далее, такой пункт интересный, самый часто задаваемый вопрос с стомированными пациентами. Во-первых, какого цвета должна быть моя стома? Классически стома должна быть розового либо алого-красного цвета. В течение суток она может на некоторое время менять цвет, то это порядка несколько секунд, несколько минут. Это связано с перистальтикой кишечника, например, или выведением каловых масс, но после этого она обычно возвращается к нормальному цвету. Если вы заметили, что ваша стома багрового цвета, чёрного, фиолетового, либо серого цвета, вам необходимо обратиться либо к вашему хирургу, либо к стомотерапевту, потому что вы можете пропустить серьёзную хирургическую проблему со стороны стомы. Нормально ли то, что у меня уменьшился размер стомы? Да, это действительно нормально, потому что в течение первых 6-8 недель после формирования стомы меняется некоторая конфигурация стомы. Они действительно могут уменьшаться в размерах. Например, для уростомы по поводу удаления мочевого пузыря этот период всё-таки больше растягивается. И в качестве примера я привела двух разных производителей. Это специальные круги, которые позволяют замерять пациенту размер стомы, чтобы правильно вырезать плюс 2-3 миллиметра по кольцу стомы, чтобы при этом кольцо пластины не передавливало стому и был меньший контакт кожи, будь то с мочой, либо калом, чтобы избежать чрезмерного раздражения. Дальше. Следующий вопрос. При уходе за стомой происходит контактное кровотечение. Нормально ли это? Да, это абсолютно нормально, потому что стома, кишечник — это то, что содержит в себе кровеносные сосуды. И при диетническом уходе действительно могут происходить контактные кровотечения. Но тут нужно быть очень предельно внимательным. Если вы принимаете кроверазжижающие препараты, такие, например, как тромбоаз, ксорелта по поводу сопутствующей патологии, то это контактное кровотечение может быть несколько продолжительным, то есть до 2-3 минут. Если вы увидели выделение крови из стомы больше этого времени, либо поступление активной алой крови из стомы, то это, опять же, такое достаточно угрожающее состояние, при котором стоит обратиться уже к хирургу либо к стомотерапевту. Четвёртый вопрос. Похоже, что область вокруг стомы выпячивается. Нормально ли это? Это ненормально, но с чем это может быть связано? Чаще всего это связано с ослаблением мышц передней брюшной стенки, которые находятся вокруг стомы, и чаще всего это связано с формированием парастомальной грыжи, о чём я говорила выше, что следует всё-таки в первые месяцы избегать чрезмерной нагрузки. Если при этом происходит адекватное выделение содержимого из стомы, у пациента нет болевого синдрома, нет рвоты, боли в проекции стомы, то от дополнительного, например, хирургического вмешательства по устранению этой стомы чаще всего мы, хирурги, воздерживаемся. Но если у вас есть какая-то симптоматика со стороны выбухания вокруг стомы, то это ещё один момент, когда вам стоит незамедлительно всё-таки обратиться к специалисту. И последний такой частый вопрос – могу ли я носить бандаж после операции? Да, вы можете носить бандаж, но если он специально подготовлен под стому, например, как на слайде я привела, потому что если пациент будет самостоятельно вырезать отверстие под стому в бандаже, то очень вероятность того, что волокна, которые находятся вокруг вырезанного отверстия, они не подготовлены, то есть они не оформлены, в результате чего эти прорезиненные волокна будут вдавливаться в стому и тем самым её травмировать и пережимать. Поэтому если это не специализированный бандаж, то носить его нельзя. По поводу осложнений. Осложнения мы выделяем ранние, это может быть некроз, это впадение стомы и любые гнойно-воспалительные изменения кожи вокруг стомы. Поздние – это необходимость хирургической коррекции стомы, болевой синдром и косметические дефекты. По статистической информации, в среднем у 4 из 10 пациентов имеются изменения кожи вокруг стомы. Чаще всего это связано с неправильной, и иногда даже пациенты просто не догадываются, как правильно ухаживать за кожей вокруг стомы. И в 80, к сожалению, да, в 80% случаев эти пациенты не обращаются за помощью к специалистам. Здесь я привела пример, как рекомендуют из Института калопрактологии рыжих ухаживать за кало-либо уростомой. Эту информацию подготовила Ирина Анатольевна Калашникова. И здесь последовательно, это будет как раз-таки очень наглядно для пациентов, система приклей, то есть система проверки, перед тем, как приклеить, кола или уроприёмник, и система отклеивания, то есть по оценке состояния пластины, если у пациента есть жжение и зуд, то это сигналы для более раннего снятия пластины. Ну и в заключение своего доклада я бы хотела сказать, что 2 октября с 1993 года отмечается Международный день стомированного пациента. Благодаря этому дню, и я считаю, что, наверное, благодаря сегодня вот такой встрече, которую мы организовали, привлекается внимание к медико-социальным проблемам стомированных людей, что может позволить повысить реабилитацию этих людей в нашем обществе. Спасибо большое. Возвращаясь к началу своего доклада, хотел бы сказать, что если возникнет у кого-то вопрос либо предложение по как раз-таки характеристике средств по уходу за стомой, по замене кола либо уроприёмника, то пусть тогда напишут, и я уже тогда буду отдельно готовить эту информацию. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!